Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучение книги чисел. И мы будем читать 17 главу этой книги. Здесь говорится в этой главе о расцветшем жезле Аарона. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым и возьми у них по жезлу от колена. От всех начальников их по коленам двенадцать жезлов, и каждого имя напиши на жезле его. Имя Аарона напиши на жезле Левином, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать, и положи их в скинье собрания пред ковчегом откровения, где являюсь я вам. И когда я изберу, кого жезл расцветет, и так я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас. После такого серьезного поражения, когда погибло 14 700 человек, это кроме умерших по делу Корея, Дафана и Аверона, надо было укрепить веру людей в истинное священство. Поэтому Господь и дает повеление собрать двенадцать жезлов от вождей каждого колена, а от колена Левина – жезл Аарона. «И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники их, от каждого начальника по жезлу, по коленам их двенадцать жезлов, и жезл Ааронов был среди жезлов их». А жезл – это жезл пастуха, который пасет своих овец. И вожди колен имели право пасти свое колено, защищать от волков, поддерживать их существование. «И положил Моисей жезлы пред лицом Господа в скинье Откровения. На другой день вошел Моисей и Аарон в скинье Откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. «И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым, и увидели они это, и взяли каждый свой жезл. И сказал Господь Моисею, положи опять жезл Ааронов пред ковчегом Откровения на сохранение в знамении для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали». Моисей сделал это, как повелел Господь, так он и сделал. Расцветший жезл Ааронов свидетельствует о вечной силе священства, о том, что эта сила, она расцветает и умножается. И то служение, которое совершают священники, это нечто чудесное. И если жезл расцвел, то в церкви есть таинства, которые более чудесные. Например, таинство причастия, когда Господь сходит на освящаемые дары, и хлеб становится телом, а вино становится его кровью. Таинство исповеди, когда прощаются грехи человека, и не только на земле, но и на небе. Расцветший жезл Ааронов – это красота священства, красота той мудрости, которую Господь дает пастырям церкви. И окончание 17 главы. «И сказали сыны Израилевы Моисею, вот мы умираем, погибаем, все погибаем, всякий приближающийся к скине Господней умирает. Не придется ли всем нам умереть?» Вот после этого чуда страх сошел на народ, и они просто высопили. Теперь уже у них не было аргументов против Моисея и Аарона. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, будем читать 18 главу книги «Чисел». Спасибо вас, Господь!